Эта киноэпопея создана при участии американских кинематографистов для широкого показа в США и других странах. В 20 фильмах использованы съемки советских фронтовых операторов и кинодокументы из зарубежных архивов. В Соединенных Штатах Америки, где многие не знают о решающей роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, о сотрудничестве союзных держав в годы войны, эта кинопрограмма вышла под названием «Неизвестная война». Для советского народа это была Великая Отечественная война. Он вел ее во имя свободы и независимости своей социалистической родины, во имя избавления Европы да и всего мира от фашистского порабощения. 20 миллионов жизней советских людей унесла эта война. Наш народ не забудет ее никогда. Леонид Ильич Брежнев Леонид Ильич Брежнев Леонид Ильич Брежнев Леонид Ильич Брежнев В Соединенных Штатах Америки кинопрограмму комментировал артист Берт Ланкастер. Перед вами река Днепр, вторая по величине река Европейской части Советского Союза. Передо мной древний Киев, столица Советской Украины. Он был основан в 7 веке и его называли матерью городов русских. В конце лета 1941 года Советской Армии пришлось оставить Киев. Более двух лет город был оккупирован. Фашисты почти полностью разрушили его. В 1943 году после побед в Сталинграде и на Курской дуге фронт стал отодвигаться на запад. Советская армия начала освобождение Украины. Гитлер надеялся остановить советские войска с помощью оборонительного восточного вала, который нацисты воздвигли от Балтийского до Черного моря. Они считали Днепр ключевой позицией своей обороны. И Гитлер заявил, что скорее Днепр потечет вспять, чем русским удастся его перейти. Восточный берег Днепра плоская равнина. А на противоположном, высоком, западном берегу фашисты построили мощные укрепления. Днепр казался непреодолимым препятствием. И все же советской армии удалось форсировать Днепр, прорвать оборону и освободить Киев. Об этом наш фильм «Освобождение Украины». Вшел 774-й день войны. На календарях стояла дата 5 августа 1943 года. Советские войска освободили Белгород и Орел. Впереди почти два года войны. Успехи и неудачи. Смерть и бессмертие. Впереди разгром фашизма. Но пока еще не вся советская земля освобождена. Разгромив гитлеровцев на Курской дуге, советское командование полностью закрепило за собой стратегическую инициативу и не упускало ее до победного 45-го. Вермахт теперь перешел к обороне на всех театрах военных действий. В Берлине столицы Третьего Рейха понимали, что судьба Германии зависит прежде всего от исхода борьбы против Советского Союза. Еще в январе 1943 года Гитлер приказал всю военную продукцию войскам на Восточном фронте. На Украине лучшие войска вермахт. Танковые дивизии Рейх, Викинг, Мертвая голова. На Украине специалист по критическим ситуациям генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. На южном крыле Восточного фронта в составе групп армий «Центр» и «Юг» фашистское командование сосредоточило огромные силы. Миллион двести сорок тысяч солдат и офицеров, 12 тысяч шестьсот орудий и минометов, около двух тысяч ста танков и штурмовых орудий, до двух тысяч боевых самолетов. Им противостояли пять фронтов. Центральный, Воронежский, Степной, Юго-Западный, Южный. Советские войска имели превосходство над противником. Их наступление принимало необратимый характер. 23 августа 1943 года прозвучал заключительный аккорд Курской битвы. Советские войска вступили в Харьков. Это была крупная военная и политически важная победа на украинской земле. Ещё вчера здесь запрещалось говорить на родном языке, свободно ходить по родному городу. Запрещалось всё. И каждого ждала пуля, петля или газовая камера. Этой хронике больше трёх десятков лет. Но такое не забывается. Освобождение. Мечта остановилась реальностью. Теперь уже на Донецкой земле. КОНЕЦ Гитлер прилагал всей силы, чтобы удержать Донбасс. Он ещё не терял надежды заставить его работать на военную машину рейха. Но фашистам приходилось завозить сюда уголь из Германии. Солдаты вермахта сами спускались в шахты за Донецким антрацитом. Донбасс не склонил головы. Украинские шахтёры отказывались работать на оккупантов, даже если это стоило им жизни. Третий рейх выкачивал из Украины колоссальные запасы продовольствия. Только одного домашнего скота было вывезено отсюда около 30-ти в голову. Превратить этот край в колонию, в источник даровой рабочей силы. Такую судьбу готовил Украине фашисты. Ещё в середине августа Гитлер говорил, исключительно важно Донецкий бассейн и далее удерживать в наших руках. А буквально через две недели вынужден был заявить, можно отходить, если того настоятельно требует обстановка и нет никакой другой возможности. Обстановка того требовала. И весьма настоятельно. Так фашисты расставались с Донбассом. Приказ Рейхсфюрера СС Гиммлера выполнялся нацистами усердно. При отходе не оставлять ни одного человека, ни одного рельса, ни одного дома, ни одной шахты, ни одного колодца, который бы не был отравлен. Противник должен найти тотально сожжённую и разрушенную страну. Сделайте всё, что в человеческих силах для выполнения этого. Три завалон. Вот кинодокументы того времени. И вот, как это выражается в цифрах. Украина. Уничтожено 16 150 промышленных предприятий. Около 400 шахт. 164 доменных и мартеновских печей. Превращены в руины 714 городов и посёлков. 28 тысяч сёл. Остались без крова 10 миллионов человек. Только на дной Украине. Великое горе прошло по украинской земле. И великое мужество проявил украинский народ. Эти донецкие шахтёры были живыми, сброшены в шахту только за то, что не хотели работать на оккупантов. Для фашистов был врагом ребёнок, женщина, старик, раненый, пленный. Вот что оставил фашизм на этой земле. ФАЛЬМЕ everyone червей Эр СМЕХ ТОР СОВЕТСКИЙ КИЛОМЕТРОВ СОВЕТСКИЙ КИЛОМЕТРОВ СОВЕТСКИЙ КИЛОМЕТРОВ СОВЕТСКИЙ КИЛОМЕТРОВ В 20-х числах сентября советская армия вышла к Днепру. Передовые части сходу начали форсировать реку. Они переправлялись на всем, что только может держаться на воде. На досках, плотах, рыбачьих лодках, в плаве. Захватывали плацдарм на западном берегу и наращивали на них силы. А под их прикрытием форсировали Днепр войска четырех фронтов. К обороне на Днепре гитлеровцы начали готовиться заранее. Был издан специальный приказ. Эту позицию удерживать до последнего человека. Штурм восточного вала полагало гитлеровское командование. Измотает советские войска. Поглотит людские и материальные ресурсы. На этой реке, считали фашисты, наступление русских должно захлебнеться. Подвиг на Днепре опрокинул расчеты вермахта навязать советской армии позиционную войну. Оборонительный восточный вал не выдержал стремительного натиска. Военному руководству фашистской Германии едва удалось предотвратить здесь развал всего восточного фронта. Воды Днепра. Они были красными от крови и горячими от снарядов. Это была операция, успех которой определялся как смелым стратегическим замыслом, так и героическим исполнением. Войска форсировали Днепр на фронте протяженностью 750 километров. Это была невиданная по своим масштабам и темпам операция по преодолению водных преград. Выйдя на западный берег, части советской армии развернули наступление сразу по нескольким направлениям. Главным из них было Киевское. Умелым маневром советское командование ввело противника в заблуждение. Основной удар был нанесен там, где враг его не ждал. Нет, ни воды Днепра потекли вспять. Вспять повернули оккупанты. И довольно поспешно. В начале ноября бои шли уже на подступах к столице советской Украины. 6 ноября 1943 года Киев встречал своих освободителей. Окончились 778 дней фашистской оккупации. 778 дней погромов, расстрелов, пыток. Фашистская тактика выжженной земли применялась на всей захваченной советской территории. Противнику должна достаться, говорилось в приказе ставки вермахта, полностью непригодная для использования и жилья пустыня. Такой пустыней стал и Киев, один из красивейших городов советской страны. Но этого было мало фашистов. Генерал-фельдмаршал Кейтель приказывал, войска обязаны применять в борьбе любые средства, без ограничений. Также против женщин и детей, если это ведет к успеху. Я стою на дне оврага, что находится под Киевом. Это место называют Бабий Яр. Советская армия освободила Киев в ноябре 1943 года. Ужасающая картина открылась с тем, кто пришел сюда. Весь Бабий Яр был заполнен телами убитых и замученных. Здесь погибло 100 тысяч мирных жителей Киева. Русские, украинцы, евреи. Фашисты расстреливали их из пулеметов, сбрасывали во враг, закапывали заживо. До центра города доносились стоны детей и обезумевших матерей. В этой общей могиле 100 тысяч человек. Половина тех, кто погиб в оккупированном фашистами Киеве. А сколько еще таких же скорбных могил в России, в Беларуси, на Украине? Поэт Евгений Евтушенко посвятил Бабьему Яру эти стихи. Над Бабьим Яром шелест диких трав. Деревья смотрят грозно по-судейски. Все молча здесь кричит. И шапку сняв, я чувствую, что медленно сидею. И сам я, как сплошной беззвучный крик над тысячами тысяч погребенных. Я каждый здесь расстрелянный старик. Я каждый здесь расстрелянный ребенок. Так выглядит Киев сегодня. Прошли годы. Выросло новое поколение. Великая Отечественная война для них история. В истории она и живет. Живет в легендах и песнях. Этот человек сам история и легенда. Василий Петров. Он командовал артиллерийским полком при форсировании Днепра. Одним из первых вышел на западный берег. Потерял в бою обе руки. Его искали среди раненых, среди убитых. Раскрыли две братские могилы. И кто-то увидел. Жив. Вернулся на фронт и воевал до победы. Стал генералом. Получил ученую степень кандидата военных наук. Василий Петров дважды герой Советского Союза. Свой первый подвиг он совершил на берегах Днепра. Второй на Одере на пути в Берлин. Но вернемся в ноябрь 1943 года. Маршал Жуков поздравляет киевлян с освобождением. Москва салютует в честь этой победы. Пришла осень. Гитлеровцы спешно готовили контрнаступление, чтобы вернуть Киев и восстановить фронт по Днепру. Фашисты перебросили сюда войска с других участков Советско-германского фронта и подтянули крупные оперативные резервы из Западной Европы. КОНЕЦ Ценой огромных потерь противнику вновь удалось взять Житомир. Но это был лишь частный успех. 31 декабря советские войска вернули Житомир. План захвата Киева с Запада потерпел крах. Упорными боями и трудными победами советских войск завершался на Украине год 1943. Одна из крупных операций следующего, 1944 года, ликвидация фашистской группировки в районе города Корсунь-Шевченковский. Стремясь избежать ненужного кровопролития, советское командование предложило капитуляцию. Гитлеровцы отказались. В Корсунь-Шевченковском котле они потеряли 10 дивизий, одну бригаду и все вооружение. Эта операция один из 10 мощных ударов в разных направлениях и в самое неожиданное время. Десяти ударов, благодаря которым 1944 год войдет в историю войны как год решающих побед. Зимняя кампания советской армии была крупнейшим этапом войны. Она положила начало выполнению грандиозных стратегических планов 1944 года. Освобождение всей оккупированной территории страны, восстановление государственной границы СССР, начало освобождения народов, стран Восточной Европы от фашистского провощения. КОНЕЦ Немецкое командование требовало от своих войск любой ценой стабилизировать фронт на Востоке. Но наступление продолжалось. Гитлеровцы отступали. Они отступали летом 1943 года. Осенью, зимой. Они рассчитывали, что наступление советских войск остановят водные рубежи, города, превращенные в крепость. Расчеты не оправдались. Несмотря на весеннюю распутицу на бездорожье, на то, что отставал транспорт, советские войска безостановочно гнали противника. КОНЕЦ КОНЕЦ Война продвигалась на запад, но оставались ее следы. Бывший дом Бывшая улица Бывший вокзал Бывший библиотек Бывший университет Они возвращались на родную землю. Бывший хлеб Бывший очаг Земля Весна Война И через десятки лет сохранятся тут меты Былых боев Земля возвращалась к жизни Руками женщин и стариков Руками детей Мужчины сражались Дороги Дороги мирные жизни Их приходилось прокладывать заново Мост через Днепр Он был построен всего за 12 дней После освобождения Началось восстановление заводов и шахт Украин Еще в августе 1943 года Центральный комитет коммунистической партии и советское правительство Приняли постановление о возрождении хозяйства освобожденных районов Советские люди трудились не щадя себя Не считая со временем Только бы приблизить победу То был особый тыл Тыл, который начинался сразу за линией фронта Жизнь здесь еще не скоро войдет в мирную колею Война еще долго будет напоминать о себе Искать Тянуться навстречу первой улыбке Искать Иногда находить Даже аистам было бездомно в этом мире Ведь они привыкли селиться возле человеческого жилья Но жизнь возрождалась Имя этой женщины Александра Деревская Она стала матерью для 45 детей войны Дети войны Те, у кого война отняла все Мать, отца, дом Порой и одного трудно поставить на ноги У Деревской их было 45 Петр, Надежда, Оксана, Николай, еще Николай Михаил, Вера, Александр, Павел, Любовь, еще Александр Федор, Елена Она стала для них матерью Воспитала Вырастила Дала образование На ее могиле написано Ты наша совесть Наша молитва, мама Земной поклон тебе Субтитры создавал DimaTorzok 22 марта 1944 года Тысячный день войны Еще один день безостановочного наступления Еще один день на пути к победе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 26 марта 1944 года Через 33 месяца после начала войны Советская армия вышла к государственной границе СССР Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но на юге Украины все еще оставались оккупанты Они укрепились в Крыму И собирались удерживать его любой ценой Крым был ключом к Черному морю Крымский полуостров был блокирован еще осенью 1943 года Советские войска форсировали Керченский пролив И захватили важный плацдарм Они удерживали его всю зиму До начала весеннего наступления Борьба за освобождение Крыма Проходила в исключительно тяжелых условиях Гитлеровцы возвели мощные оборонительные сооружения Путь к полуострову с севера Преграждала система болотистых озер Севаж гнилой море Илистое вязкое дно Холодная соленая вода Резкий ветер И постоянные налеты гитлеровской авиации Шли вброд На руках несли боевую технику Красная армия однажды уже прошла этим путем В гражданскую войну Но гитлеровцы все же считали Что пересечь Севаж невозможно Весной 1944 года Развернулось решающее сражение Советские войска сломили сопротивление фашистов И устремились вглубь полуострова Финалом крымской операции Стал штурм Севастополя Последнего плота оккупантов Если Крым был ключом к Черному морю То ключом к Севастополю Была Сапун-гора Гитлеровцы превратили ее в крепость Несколько рядов траншей Колючие проволоки Минные поля Артиллерия Танки Штурм Сапун-горы Одна из самых замечательных страниц Истории Великой Отечественной войны Мужество и упорство Оперативность и маневренность Ясность понимания задачи И точность ее выполнения В этой операции ярко проявились Моральные качества советского воина Его высокое боевое мастерство Полгода гитлеровцы сидели в крымском котле Полгода готовились к обороне Седьмое мая Девять часов утра Войска 51-й и Приморской армии Начали артиллерийскую подготовку Десять часов тридцать минут Атака К вечеру на вершине Сапун-горы Красное знамя Путь на Севастополь открыт Но открыт не значит свободен И бой за город становится продолжением Штурма Сапун-горы Фашисты понимали, что исход предрешен Теперь они пытались лишь выиграть время Чтобы эвакуировать войска Но пути отступления им Преграждали Черноморский флот и авиация Крымская операция и освобождение Одессы Стали последним звеном в общей цепи наступления советской армии Весной 1944 года На юго-западном стратегическом направлении В начале войны гитлеровцы осаждали Севастополь долгих 250 дней А советским воинам на штурм Севастополя потребовалось всего лишь 5 дней 9 мая 1944 года Над Севастополем взвелось знамя советских военно-морских сил Героический город вновь принял к причалам Родные корабли Для этих гитлеровских солдат Война на Восточном фронте уже закончилась Еще недавно это называлось 17-й немецкой армией Надеждой и опорой гитлеровского командования в Крыму Севастополем 12 мая 1944 года До победы Еще оставалось 362 дня Севастополем 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok